Добрый день, дорогие друзья, вы на канале Аудио Статья, с вами снова Павел Иванов. Спасибо вам за активность, спасибо за лайки, за просмотры. То, что происходит в нашей стране, требует постоянного внимания, требует освещения, информации требует распространения. Федеральные СМИ, телевидение, там, главные радиостанции полностью проигнорировали события в Алании. Понимаете, как будто ничего не происходит. Уже потом они начинают говорить, когда уже всё кончилось, когда уже всё прошло. Ой, какие-то там бунтари, бла-бла-бла. На самом деле ситуация очень серьёзная. Я уже говорил, что людям, которые выходили на площадь, придумали новый термин. Биологический терроризм, понимаете, вы вышли и покашли на всех. Судить предлагается по статье соответствующей, понимаете, это пожизненный срок, это вообще жуткое дело, подо что подвели наших людей. И нужно понять, как власть переиграла, фактически надо говорить о том, что протест провалился. Сейчас давайте разбираться, что на самом деле произошло, давайте всё по полочкам. Во-первых, умный город, вот эта система слежения за людьми, она реально набирает обороты. Людей, которые уже ушли с площади и стали расходиться, причём посмотрите кадры, сейчас я вам покажу кадры, время не позднее. То есть это ещё люди, ещё на площади, а те, кто оттуда уехал, на машине, их догоняли, задерживали и увозили в отделение. Мам! Мама, быстрей! Мам, иди сюда! Посмотри за герой! То есть на самом деле городские власти, это не Москва, это Кавказ, и там они отработали по высшему разряду. Всех, кого они посчитали нужными, они догнали, они всех зафиксировали, и они всех, кого нужно, можно сказать, обезвредили. Потому что эти люди уже на ближайшие несколько месяцев, им уже будут инкриминироваться какие-то преступления, правонарушения и так далее, и так далее, они уже не смогут, скорее всего, на площади появляться, участвовать в других митингах. Иначе тут же их возьмут за жабры, и они отправятся в места не столь отдалённые. В то же время, в плане военной техники, власть показала далеко не всё, на что они были способны. Субтитры создавал DimaTorzok Аналогичная ситуация складывается, видимо, по всему Северному Кавказу. Вот кадры, которые подписаны, что это в Чечне сейчас происходит. Новая газета пишет то, что в Чечне наблюдается передвижение федеральной военной техники, и они готовы к чему угодно. Всё, хорошо катались. Вот этот материал. Жители Чечни сообщили о размещении федеральных военных в Надтеречном районе. 20 апреля днём в такой-то район Чеченской республики были введены федеральные войска. Вдоль трассы местные жители застяли на видеорегистраторы. Большое скопление Уралов и палаточные городки, которые военные разбили в окрестностях сёл Братское, Бена-Юрт, Знаменское, источники Новой, не знали о появлении военных и уверенно предположили, что это учение. Однако все учения, например, учения войск радиационной и биологической защиты, которые 5 апреля проходило по всему Северо-Кавказскому федеральному округу, оформляются межведомственным приказом. То есть местные подразделения МВД, ФСБ и Следственного комитета по крайней мере знают о датах, дислокации и задачах армейских учений. Во-вторых, обычно учения проводятся на полигонах этого района, вдалеке от населённых пунктов, ближе к лесному массиву. В этом случае военные разбили палаточные городки в непосредственной близости и выставили между ними свои блокпосты. С такой активностью федеральных военнослужащих местные жители давно уже не сталкивались. Происходящее вызвало много вопросов, особенно учитывая тот факт, что сейчас пресс по Чечне и без того блокируется сотрудниками чеченской полиции, обеспечивающими режим жёсткого карантина. Таким образом, новая газета подводит нас к мысли, что на самом деле это не просто передвижение военных для каких-то учений, а это подготовка властей к каким-то потрясениям, которые возможны в самой Чечне со стороны местных жителей, судя по опыту соседних регионов. А вот эту очень интересную аудиозапись скинули мне в Телеграм. Прошу, послушайте внимательно. Передай, пожалуйста, моё сообщение. Весь день стояли мы с своими друзьями там. Грош цена тому человеку, который эту провокацию сделал. Камни, еще что-то. Никто нас не тревожил. Наши ребята, которые именно с Росгвардии, с МВД, 80% говорили. Ребята, мы с вами единственное просим, когда действительно настанет тот момент, когда наша помощь понадобится, мы с вами будем. Давайте подождем. Больше ничего не было. И грош цена тем людям, которые именно из этого контингента бросали камни. Тот человек, который пришел именно сказать свою правду, они сказали сегодня свою правду. 80% Росгвардии говорили, что они готовы поддержать толпу, поддержать протестующих, поддержать митингующих. Очень интересно. И в то же время в толпе было множество провокаторов, которые устроили всю ту потасовку, которую мы транслировали вам во вчерашних роликах. Вот эти все кидания камнями, это все провокаторы. Готовьтесь, друзья. В какой бы политической, общественной организации вы ни состояли, выходить сейчас на площади, это определенный риск, потому что там всегда будет множество провокаторов. И я думаю, что в определенном будущем нужно будет выдвигать конкретные требования. Если ты, например, там, условно говоря, левый фронт или яблоко, и вы выводите на митинг своих сторонников, то каждый сторонник должен как-то там, не знаю, на плечо повязать какую-то ленточку, и куратор должен знать всех своих людей. Никто лишний не должен быть в толпе. Иначе провокаторы устроят давки, потасовки, потом всех отдубасит дубинками, загребут, а по телевизору покажут. Это просто неадекватные, за западные гранты вышли. Протест должен быть без сомнения поддержан всеми членами общества. Тогда мы сплотимся, объединимся и сможем победить. Вот сообщение мне прислали с подробностями. «Приветствую тебя! Настоящие требования были другими, но народный исход был саботирован. Вот настоящая причина. И, кстати, там полреспублики было, просто город был оцеплен слоями. Пробившись через один кордон, упирались люди в другой, пробившись там, пробивались в третий, четвертый, пятый, семь кордонов, полностью перекрытый Владикавказ. И особенно злые ехали с сел. Мое имя не раскрывай, вот на видео обратите свое внимание». То есть, друзья, о чем здесь идет речь? На самом деле, те люди, вот как я во вчерашнем видео, блин, к сожалению, что называется, как в воду глядел. Вот те люди, которые прошли в городскую администрацию на переговоры, типа активистов пустили, власть с ними договорилась, что-то пообещала. Судя по всему, это была провокация. Это были заранее обговоренные люди, которые спустили пар для общества. Сейчас все поверили, о, там договорились, губернатор обещал, теперь все будет хорошо. Хренушки. Это были подставные фигуры. Судя по тому, что вот Мария Мелехова, передаю ей привет, молодцы. Тоже интересный материал. Послушайте вот этот еще фрагмент. То есть они вам не дали даже до схода дойти, правильно, до места схода? Да, нет, не дали. Конечно, не дали. А народ говорит, что у вас были требования определенные, документы вы готовили. Да, да, не были, но они не озвучили, а туда просто не пришел. А кроме вас ни у кого не было, да, этих требований? А там сделали провокацию. Этих людей просто туда не допустили. И под маской этих людей загнали других. То есть те, кто зашел на переговоры, это не народ? Нет, это не народ. Вот это да. Это какие-то казачки были. Засланные казачки вырвались вперед. Ну, из-за того, что вы использовали того, что вас нету, вас задержали. Так что, друзья, вы недооцениваете уровень наших властей. Они переиграли, они арестовали всех, кого захотели. Они догнали даже их, они знали, кого ловить. Они фиксировали номера машины, они фиксировали лица. Во-вторых, они показали картинку, что вроде как все улажено. Хотя настоящие активисты даже не смогли попасть на это собрание, на этот всенародный сход. Не было такого, понимаете, их просто не пустили. Они перекрыли весь город кордонами. И то, что мы видели вчера, то, что я показывал, это была только часть картинки. Там очень много было провокаторов, там много было сотрудников правоохранительных органов, там много было, в штатском имеется в виду, среди толпы. И картинка, которую мы видели, это все был спектакль, понимаете, спектакль. То есть то, что хотели люди местные, которые искренне сформулировали свои требования к власти, это все было скомкано и выброшено в мусорную урну. А то, что нам показали, это было все в интересах властей. Друзья, имейте голову на плечах, не поддавайтесь на провокации. Будем вместе наблюдать за развитием событий. Я уверен, что похожие события могут произойти сейчас по всей стране. Пожалуйста, будьте умнее. И главное, друзья, если вы искренне хотите благо нашей стране, вы нам нужны сейчас. Постарайтесь не сесть за решетку ради какой-то бравады, ура, меня посадили, теперь я герой. Этого нам сейчас не надо. Нам нужны трезвые люди, желательно на свободе. На этом все, друзья, до новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok